Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, на очередной встрече, посвященной изучению Библии в рамках субботней школы. Нашему вниманию представлена книга Евангелия от Марка. И сегодня мы приглашаем вас вместе исследовать притчи Иисуса Христа. Почему Иисус говорил притчами? Какое значение этих притч и какое влияние они могут оказать на нашу жизнь? И не только на нашу, но и на жизнь наших друзей, наших близких. Поэтому призываем вас быть не только слушателями этой передачи, но будьте активными в том, чтобы делиться познанием о Господе со своими друзьями. Тогда, когда вы нажимаете кнопку «Нравится», «Поделиться», когда вы пишете свои комментарии, когда вы копируете ссылку на христианские передачи и делитесь с ними в социальных сетях, круг людей, которые знакомятся с Господом, благодаря вашей активности, расширяется. Мы очень желаем и молим о том, чтобы все наши близкие, наши друзья могли познакомиться с Господом и чтобы их жизнь изменилась. Сегодня в этой студии приглашены мои друзья, пастор церкви Станислав Бекчеу и студентка медицинского университета Джульетта Бурак. Добро пожаловать! Спасибо за приглашение. Приятно сегодня в таком составе разбирать урок. Да. Мы понимаем свою ограниченность и нужду в Божьем руководстве, мудрости, поэтому приглашаем вместе с нашими друзьями обратиться к Господу в молитве. Помолимся. Боже, спасибо за этот день, за то, что мы смогли сегодня собраться, чтобы изучить этот урок. Просим, пребудь среди нас, направь наши мысли, помоги нам понять то, что Ты хочешь до нас донести и услышать Твои слова. Дай благословение каждому, кто это услышит, чтобы они смогли сказать и остальным стать светом для других в этом мире и рассказать весть о Тебе. Просим за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, притчи Иисуса Христа. Да. Чтобы познакомиться с этими притчами, хотелось бы вначале определить, а что это за жанр такой притчи, что называют притчи и почему используется вот этот жанр? Ну, если мы сегодня откроем интернет и прочитаем определение притчи, то можно сказать буквально несколькими словами. Это короткий рассказ, заключающий в себе нравственные учения. Если можно своими словами немножко рассказать об этом, то я бы, наверное, сказал метод, используемый метод для того, чтобы передать какое-то учение более простым языком. Так, чтобы люди понимали, так, чтобы люди проникались этим учением и также, чтобы это учение помогло им предотвратить жизнь. То есть на практике. То есть оно имеет какую-то мотивационную составляющую, чтобы человек мог не только привлечь его внимание, не только чтобы он понял, о чём идёт речь, но чтобы он и запомнил, и захотел. Ну, наверное, в первую очередь это разъяснительный, да, чтобы люди могли понимать, и, конечно, тогда после этого идёт мотивационный, чтобы людьми двигало что-то, чтобы они могли предотвратить что-то в их жизни. Иисус, который проповедовал Евангелие, проповедовал Царство Божие, он использовал широко притчи и начало этих притч в Евангелии от Марка в 4 главе. И опять начал учить при море. «И собралось к нему множество народа. Так что он вошёл в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своём говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло, иное упало в терния, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода, а иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошёл и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, а иное сто. И сказал им, кто имеет уши, слышит, да, слышит. Чему подобны разные почвы в этой притче? Почему Иисус использует вот эти образы разных притч? Что Он хотел, какой урок и мысль Он хотел преподать слушателям? В данной ситуации Он использует наглядный пример, который очень тесно связан с жизнью всех людей, которые его слушают, чтобы им было понятнее. И здесь на самом деле четыре оконченных истории, и каждая из них всё длиннее, чем предыдущая. Сначала семя одно и то же. Семя падает на каменистую почву, склевали птицы в тернии, заглушило всё. Но это говорит о том, что есть много рисков. Возможно, ничего не получится. Но одно семя упало в добрую почву, и оно выросло и дало большой плод 30-60 в 100 раз. Это говорит нам об цене ученичества. Да, мы можем идти рассказывать людям. У нас может быть много рисков. Да, люди не захотят слышать. Но если вдруг всё получится, то это будет большой успех, будет большая награда. Спасибо. Библия, она одна. Но почему-то одни люди принимают её, их жизнь меняется, а другие полностью равнодушны, дифферентны к тому, что в ней написано. В чём причина, в чём проблема? Дмитрий, если ты позволишь, наверное, это нужно было использовать как вступление к тому, что сказала уже Джулета. Но если вы мне позволите, я хочу сделать такой короткий обзор именно в контексте этой притчи. В последние годы мне удалось побывать в некоторых европейских странах. И, конечно, как верующему человеку, мне очень интересно, как развивается христианство в наших европейских странах. И вы знаете, когда я посещал эти страны, я посещал, может быть, не в полном смысле этого слова. Я не останавливался там какое-то время, чтобы посещать какие-то кафедральные заборы, какие-то церкви и так далее. Но то, что меня удивило, это красота. Это практически памятники, духовные памятники, религиозные памятники. Но когда начинаешь изучать вопросы, ты приходишь к такому мнению, что на самом деле эти здания стали как памятники. То есть люди практически туда уже почти не ходят. Если ты попадешь туда в воскресенье, когда проводится богослужение, ну, в самых таких известных, в самых таких хороших, больших, можно встретить, может быть, человек 30-40. И если еще внимательнее присматриваться, то заметишь, что это уже взрослые люди. Зачастую это уже седые люди, которые приходят и посещают этот храм. Последний храм, который я посещал, это был храм в Нидерланды. Это храм реформаторского движения. Казалось бы, что там должно быть очень много людей, которые поклоняются Богу. Но вы знаете, я туда попал с целой делегацией в 400 человек. Это было представители библейского общества со всего мира. И когда мы туда вошли, в этот храм, я понял, что эти 400 человек, которые туда вошли, заполнили где-то половину мест, которые там есть. И я задал себя вопросом. 400 человек чужих. А что же делается здесь по воскресеньям, когда люди приходят поклоняться? Когда мы общались с пастором этой церкви, а там пастор была женщина, она нам сказала, что, к сожалению, в день поклонения приходит очень мало людей. Очень мало людей. Но к чему я это все рассказываю? А к тому, что сегодня люди пытаются найти ответ на вопрос, как же проповедовать Евангелие, чтобы люди больше приходили в церковь, чтобы люди каялись, чтобы люди посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Об этом пишут книги. Люди ищут разные подходы и разные методы, но, к сожалению, все стоит на месте. Церкви вместо того, чтобы росли, они снижаются в количестве. И поэтому мне кажется, что вот эта притча о сеятеле, она лучше всего и лучше всех объясняет нам причину того, что происходит на самом деле в этом мире. Почему Иисус использует эти притчи? Потому что люди понимали, что на самом деле происходит. Потому что некоторые теологи, религиозные лидеры пытаются объяснить это тем, что Библия устарела, что Слово Божие, ну нельзя ее уже использовать в современном мире. Но на самом деле Иисус рассказывает одну очень простую вещь. И, кстати, вот эту притчу, это самая первая притча, которую рассказывает Иисус в Своем служении. И в этой притче он практически дает разгадку того, почему сегодня так мало людей в церкви. Если мы посмотрим на это в контексте современного мира, в котором мы с вами живем, то мы увидим конкретных людей, которые попадают под категории людей, описанных именно в этой притче. Я думаю, что мы об этом поговорим немножко. Спасибо. Чуть ниже, с 13-го по 20-й тексты, Иисус истолковывает притчу о Сеятеле. Но еще до того, как мы прочитаем истолкованием, мы уже можем видеть, что Сеятель, он нелицеприятный. Сегодня бы земледелец, имея ограниченные ресурсы и возможности, он не сеял бы при дороге, он не сеял бы в тернии, он бы сеял семена там, где можно собрать урожай. Вот это и резало ухо слушателям. Но Сеятель, которым представлен Господь, он дает возможность разным людям, независимо от их жизненного опыта, от их подготовки или открытости к библейским истинам, к Евангелию, для всех им возможно услышать и принять. То есть он говорит, я буду только вот эти люди, они более расположены, а на этих людей тратить время не будут. Он дает возможность узнать о Евангелии всем людям. Здесь есть еще один очень интересный элемент, Дмитрий Филиппович, и это, наверное, идет перед тем, что рассказываешь ты. Контекст, в котором рассказывает Иисус эту притчу, это контекст, в котором слушатели Его ждали Мессию. А какого Мессию они ждали? Они ждали принца на белом коне, с саблей в руках, который рушит все влево и вправо, а Иисус рассказывает о миролюбивом сеятеле, который выходит и в мире, в радости, в покое Он сеет свое семя. И, конечно, второй элемент – это то, что ты сказал, что в то время семя, особенно качественное семя, семя для посева, оно было очень ценным. И поэтому, когда Христос рассказывает, что сеятель разбрасывает семя, куда попало, для них это настолько чуждо и настолько непонятно, что им даже, может быть, в какой-то мере сложно слушать Иисуса, когда Он рассказывает эту притчу. Но Иисус преследует конкретную цель. Он хочет донести до этих слушателей людей, которые являются практически, то, что сказала Джулета, той почвой, в которой это семя попадает. И мне кажется, об этих категориях людей мы поговорим. Как Иисус ослалковывает эту притчу? Прочитайте, пожалуйста, с 13 по 20 тексты. И потом зашел на гору. Это 4 глава. С 13, да, прошу прощения. «И говорите им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Сеятель слово «сеет». Посеянный при дороге означает тех, в которых сеется слово, но в котором, когда услышат тотчас, приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянный на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянно потому, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заклушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод один в 30, другой в 60, иной в 100 крат. Какой урок вот этого столкования, практический урок, мы можем извлечь для себя, читая спустя 2000 лет сказанную притчу Иисусом? Чему призывает эта притча? То, что мы утвердительно можем сказать и здесь, что проблема не в семени и не в почве. Да? Потому что... То есть проблема не в семени, а в почве. Потому что семя зависит от той почвы, в которую она попадает. То есть почва дает все условия или не дает эти условия семени для того, чтобы оно развивалось. Поэтому, когда Иисус говорит об этих четырех видах земли, Он практически говорит о тех людях, в которых попадает, это уже говорило выше немножко, что семя является Слово Божье. То есть Слово Божье попадает в сердцах людей, и от сердца зависит, насколько это семя будет прорастать, расти, развиваться и приносить плод. Поэтому, когда мы говорим об этих четырех категориях земли, мы можем сказать о следующем. Будем так говорить. Первый – это люди, чьи сердца окаменели. То есть люди, которые практически непроницаемы. А что это вообще за люди? Я недавно прочитал одну очень интересную книгу, и автор этой книги дает нам ответ на этот вопрос. И в первой категории вот этой земли, этой почвы, он перечисляет категорию людей, и в этой категории людей еще несколько подкатегории людей. И первый из них – это нарциссисты. Что это такое? Это люди, которые имеют эксаджерат, сильное убеждение в том, или не то, что сильное убеждение в том, но показывает на то, насколько они себя сами любят. То есть слишком обостренные чувства любви к самому себе. И вы знаете, да, кстати, я как раз вспомнил об этом. Это преувеличенная, да, преувеличенная любовь к собственной персоне. Может быть, это заметно в нашем обществе, потому что такие люди очень часто встречаются. Что это за люди? Это люди, вокруг которых все крутится. То есть они находятся в центре всего. Это люди, которые хотят, чтобы на них обращали всегда внимание. Это люди, которые думают о себе, что они все знают. Это люди, которые хотят, чтобы другие люди им поклонялись. И так далее, и тому подобное. Но, да, кстати, это люди, у которых есть ответ на все. Это люди, которые ни в чем никогда не сомневаются. То есть то, что они сказали, это так и никак по-другому. Это вот люди с каменистой почвой. Это люди с окаменелым сердцем, где семя не может найти себе места для того, чтобы она смогла взраститься, взраститься, да, развиваться, расти и приносить плод. Вторая категория, вторая подкатегория людей – это люди, которые имеют такую наклонность к критицизму. Это люди, которые критикуют все, везде и повсюду. Для них самое главное, чтобы они отравили умы людей. Это люди, которым все ни почем. Все только то, что они говорят – это правда и ничто другое. Есть еще третья подкатегория. Это люди с парализованным мышлением. Что это за люди? Это люди, которые практически не хотят ответить на самые основные вопросы жизни. Для чего мы здесь? Откуда мы вообще? Для чего мы здесь? Куда мы двигаемся и куда мы придем? Это люди, которым легче крутиться вокруг своих удовольствий. Да, они не пытаются глубоко вникнуть в смысл жизни. Они не пытаются глубоко вникнуть в вопросах нравственных, в вопросах религиозных. Их не очень сильно интересует, а что нужно для того, чтобы спастись и так далее и тому подобное. Вот это есть та подкатегория людей в первой категории людей, то есть это каменистая почва. Другой тип людей – это больше всего психологический, указывает на психологический тип людей. Что это за люди? Интересно, что Библия использует греческое слово «петродес». Это означает «каменистые места». Каменистые места, но если мы с вами были в горной местности или даже в Израиле, потому что притча была сказана в Израиле, и в Израиле здесь есть очень много камней, и когда ты приезжаешь туда, ты задаешь себе первый вопрос, что это за земля, как Бог сказал, что на этой земле течет молоко и мед. Но на самом деле первый взгляд обманчив, потому что на самом деле в Израиле можно вырасти все, что угодно, если правильно использовать. Давайте мы посмотрим, что это за люди. Это люди, которые зависимы от всего того, что происходит в церкви. Они зависимы от молитвенных встреч, они зависимы от проповедей проповедников. Они практически гоняются за этим. Они в интернете постоянно ищут какие-то проповеди, чтобы это их удивляло, чтобы это возымело на них какое-то особое впечатление. Но на самом деле эти люди, они слишком преувеличивают свою нужду в этом. И поэтому вот это семя не может приняться и не может принести плод. Еще третья подкатегория или вторая подкатегория этих людей – это люди, которые, придя в церковь, они остаются теми же от начала и до самого конца. То есть они спокойны, потому что они были записаны в списках церкви, их ничего не трогает. Самое главное, что они в церкви. И они, как были в начале, через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет, они остаются такими. То есть не приносят никакого плода, нет никакого развития. Есть еще третья форма веры, будем так говорить. Это утопический христианин. Что это за христианин? Это люди, которые имеют великие планы. Это люди, которые вовлекаются во все мероприятия церкви. Это люди, которые стараются выходить всегда на первом месте. Они стараются быть в центре внимания. Но на самом деле, когда приходят трудности, они сдают назад. Они просто опускают руки, и, к сожалению, они не могут… Им что-то мешает, чтобы идти вперед. Ну, наверное, если оставаться еще на одной категории людей, это третья категория людей. Это категория людей, которых и характеризует психологический портрет. То есть что это означает? Это означает, и опять же здесь Библия использует одно очень интересное слово, акантба. Что это означает? Это означает, если вы заметили, есть такие репехи, которые цепляются за одежду. И они не только цепляются, но от них очень трудно избавиться. Вот это третья категория людей, которые питаются мирскими удовольствиями, погоня за богатствами. Это люди, которые больше всего заинтересует благополучие их семей, воспитание своих детей и так далее. И когда речь идет о духовных вещах, когда речь идет о Библии, когда речь идет о нравственных учениях, о Божьем законе, им просто некогда об этом думать. И этот христианин еще можно охарактеризовать как материалист. Христианин-материалист. Он ставит акцент на материальные вещи. Как он смотрит на других людей? Он смотрит через призму. А какой у тебя дом? Какая у тебя машина? Какая у тебя одежда? Какая у тебя сумка? Какой и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, последняя категория людей – это люди, чьи сердца открыты для семени Слова Божьего. Что это за люди? И мне очень понравилось, как пишет этот автор. Этот автор говорит, что такая земля или такая почва – это почва, где человек развивает доброту. Да, дальше он заботится о том, чтобы его мысли были чистыми. Он заботится о том, чтобы его стремления, его вовлечения были искренними, чтобы все приносило Богу славу. Он не думает о себе. Он больше думает о Божьем Слове, о Божьей Церкви. Спасибо. Вы дали развернутую картину, примеры в современном обществе людей, которые могут соответствовать каждой из этих почв. Трудно, наверное, определить, какой процент в этом мире соответствует той или другой. Но для меня сегодня самый главный вопрос. А возможно ли, чтобы человек, ну, каменистая почва или при дороге, чтобы его сердце стало хорошее, доброе? Что необходимо, чтобы человек мог быть той доброй почвой, которая приносит в результате посева на эту почву, произрастает хороший урожай, хороший плод? Что может повлиять? И возможно ли это? Да, если мы говорим о уроке субботней школы, о том, что там написано, то эти разные почвы говорят о разных слушателях. То есть в зависимости от того, насколько я расположен открыться для Слова Божьего, вот в той мере Слово Божье… Когда человек открывается? Что влияет на то, чтобы человек был открыт? Ну, мне кажется, всего первой… Библия, апостол Павел в Библии говорит, что вера приходит через услышание. Да? То есть… Но почему услышание одних приносит результат, а других остаётся бесплодным? Значит, что-то влияет? Когда… Что взрыхляет эту каменичную почву? Что даёт подготовку? Что готовит сердце? Когда человек готов? Вы знаете, несколько недель назад, также в уроке субботней школы, я нашёл очень интересную идею. А идея заключалась в том, что когда мы открыты для принятия Божьей любви и Божьей истины, вот эта Божья любовь и Божья истина, она производит в нас любовь. То есть для того, чтобы сердце было добрым, для того, чтобы почва была качественным, нам нужно принять вот это спасение и Божью любовь. Спасибо. Если её нету… Спасибо. Почему Иисус учил притчами? Ну, опять возвращаемся к тому, что это наглядные примеры, и людям было это удобнее воспринимать, они лучше понимали, но не все понимали это, потому что они не хотели услышать. Или же потому что они делали вид, что они не поняли, как, к примеру, это делали книжники, фарисеи, когда Иисус предостерегал их, какие будут последствия их действий. Он предостерегал их из своей любви, заботы к ним. Но они не хотели этого услышать. И поэтому Господь продолжает учить притчами, чтобы люди не оставались неедини, но чтобы они узнавали больше. Спасибо. И следующая притча, 21 текст, притча о светильнике. «Для того ли приносится свеча, сказал им, чтобы поставить её под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить её на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, то да, слышит». Что значит вот эта притча о светильнике? Что хотел Иисус преподать современникам своим сегодня нам? Да, Иисус здесь задаёт два риторических вопроса. На один ответ отрицательный, на другой положительный. Для чего вообще светильник? Для того, чтобы он освещал помещение. Иначе он бессмысленная вещь. Так же и истина об Иисусе. Она должна светить, она должна распространяться. Она не должна сохраняться просто в каком-то одном укромном месте, где от неё не будет толку. И поэтому всё тайное когда-то станет явным. Так и истина об Иисусе тоже станет явной для всего мира. Если эту притчу читать в Евангелии от Луки, то мы увидим, что это вторая притча из трёх притчей. В 15 главе Евангелия от Луки Иисус рассказывает притчу о потерянной овце, о потерянной Драхме и о блюдном сыне. И когда изучаешь эти притчи, ты приходишь к такому выводу, что в этих трёх притчах представлены три категории людей. Есть люди, которых нужно идти искать, чтобы принести к Богу. А вот вторая притча о потерянной Драхме говорит о том, что есть люди, которым нужно раскрыть Слово Божие, то есть свет истины. И когда ты раскрываешь Слово Божие, когда этот свет начинает сиять со страниц Священного Писания, человек принимает эту истину. И поэтому, когда Иисус рассказывает эту притчу, он практически объясняет смысл. Ну, давайте посмотрим немножко контекст. Люди ходили за фарисеями, за учителями того времени, но практически они ничего не понимали. Религия была настолько сложной. Иисус же приходит и проливает свет на написанное Слово. Он так доступно, он так понятно объясняет Священное Писание, что люди толпами ходили за ним. Ну, и другая притча «Свят, что и есть свет» подчеркивает о том, что свет, принятие человеком Слово Божие, Иисуса Христа, оно проявляется в его практической жизни. Это невозможно скрыть. И поэтому, если человек принял Царство Божие, то это Царство проявляется в его речи, его поступках, его отношении к другим. Этого не скроешь, как не скроешь светильник. Другая притча с 24 текста. И сказал им, «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такой отмерено будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Что это значит, что тому, кто имеет, еще добавится? А почему отнимать то, что человек и так не имеет? Что этими словами Иисус хотел преподавать, причем мере? Когда я учился в духовном семинаре, помню, у нас был такой преподаватель, Кочмарь Григорий Васильевич. И он однажды нам рассказал одну очень интересную историю из своей жизни. Он пошел на рынок и купил килограмм лимонов. И говорит, когда я покупал, продавец мне свесил килограмм лимонов, там не хватало где-то 50 грамм, и он взял, положил мне туда еще два лимона. Я так обрадовался, что он мне почти два лимона дали лишних. Но думает он, да, я пойду на контрольные весы свешу. И когда пошел на контрольные весы свесил, а там не хватало еще 200 грамм. Не об этом пишет Иисус. Иисус говорит в контексте того времени, а в контексте того времени какой был. Во многих странах на рынках, на открытых рынках у продавцов, которые продавали свой товар, были специальные меры для этого товара. Поэтому, когда покупатель подходил, продавец всегда давал что-то лишнее продавцу, покупателю, дабы покупатель радовался тому, что он покупает. Ну и таким образом, такой продавец приобретает себе постоянных покупателей. Люди еще приходят, еще покупают у таких людей. Когда мы говорим об этом, мы говорим о том, что когда людям дается больше, чем они ожидают, как они себя чувствуют? Они чувствуют, что с ними обращаются честно. Да, и когда с ними обращаются честно, и им хочется обращаться к другим так же. Поэтому Иисус рассказывает о том, как хорошие продавцы обращаются с покупателями, чтобы подчеркнуть открытость по отношению к самой истине. Вот как люди относятся к самой истине. Если человек открыт и следует за светом, то ему прибавится еще. Когда человек ищет Божьи пути, Бог дает ему еще. Спасибо. И следующая притча от 26 по 29 тексты. На что в первую очередь обращает внимание эта притча? Если бы я мог другими словами сказать, то я бы это назвал процессом освящения. Когда человек приходит в церковь или когда человек знакомится с Иисусом, он приходит со своими многочисленными недостатками, грехами и так далее и тому подобное. Когда человек углубляется в Слове Божьем, когда он начинает молиться, его жизнь потихонечку начинает меняться. Но особенный рост духовной жизни дает то, когда мы для Бога работаем, когда мы общаемся с другими людьми, когда мы сеем это Слово в других людях. И вот этот процесс, процесс роста, когда мы, будучи карликами духовными, становимся великанами, буду так говорить. Но это процесс, процесс с момента принятия Божьего Слова и до самого пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И последняя притча, которой мы познакомимся сегодня, притча о горчичном зерне. И сказал, чему подобно Царство Божие, или какой притчу изобразим его. Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, исходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви так, что по тенью его могут укрываться птицы небесные. Какая главная идея этой притчи? Начнем с того, что семена горчицы, у них очень маленький диаметр. В одном грамме черной горчицы 700 семян. И из этого маленького семени вырастает растение в 3 метра высотой, и там даже птицы вьют свои гнезда. И это все говорит о том, какое будет Царствие Божие. Начиналось оно как? Иисус просто говорил сначала своим ученикам весть. Был один человек, два. И потом толпы уже за ним ходили. И в итоге весть начала распространяться по всему миру. И теперь многие люди знают об этом. Спасибо. Завершая изучение вот этих притч, мы видим, что их объединяет один мотив. Иисус говорит, чему еще подобим Царство Божие. Проповедуя о Царстве Божии, Иисус использует разные образы, разные притчи, чтобы преподать принципы Царства Божия и побудить людей уверовать в Царство Божие, чтобы оно наполнило их жизнь. В чем значимость Царства Божия и как это представлено в Евангелии от Марка? Почему Иисус проповедует Царство Божие, используя притчи? Насколько это сегодня важно для нас? Как принять Царство Божие? Ну, да, Дмитрий, как ты уже отметил, суть проповеди Евангелия или суть проповеди Иисуса Христа – это Божье Царство. О Божьем Царстве мы находим написанное в Евангелиях. Если мы откроем Евангелие от Матвея, 4 глава, 23 стих, здесь Матвей говорит, «Ходил Иисус по всем городам и селениям, проповедуя Евангелие Царства». То есть суть раскрывается в этом, что Иисус проповедовал о Божьем Царстве. Второе, о чем мы могли бы говорить здесь, это содержание. А содержание его вести, это указывало на последнее время. И если мы глубоко изучим эту истину, то мы придем к тому, что здесь идет речь о тех 77-х, это самое длинное пророчество, которое мы находим в книге пророка Даниила, и о котором мы учили все три месяца. Это должно быть время последней седьмины. То есть, если я всегда, мне нравится говорить о том, что сегодня мы живем не в конце времени, сегодня мы живем в конце конца времени. И именно об этом говорит Иисус в своих притчах. Как принять Царство Божие? Открыть свое сердце, поверить Богу, поверить Иисусу. Для того, чтобы Ему поверить, нужно прочитать Библию, потому что на страницах Священного Писания мы раскроем его, раскроем его характер, его любовь по отношению к нам. И, конечно, мы не просто увидим это в теории, и мы увидим это в практике. Иисус отдал свою жизнь на кресте, чтобы показать нам свою любовь. Спасибо. Дорогие друзья, Иисус, используя разные способы, призывает людей поверить и принять Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в Него. Тот, кто принимает Христа, Царя, Царей в свое сердце, то сердце наполняется Царством Благодати, мира, прощения, вечной жизни. Да дарует Господь сердцу каждого из нас быть почвой благодатной, хорошей, открытой для принятия семени Слова Божия. Да дарует Господь нам быть светильниками, которые светят так, чтобы все видели в этом мире, что происходит в нашем сердце и какие наши отношения с Господом. Об этом приглашаю молиться. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за Твое Святое Слово и за то, что Ты так доступно открываешь нам принципы Божьего Царства. Господи, помоги Духом Святым открыть свои сердца, чтобы Дух Святой смог повлиять на нашу жизнь, на наше убеждение, чтобы мы могли принять Тебя как Творца, как Спасителя, как Бога Прощающего. И самое главное, Господи, принимая это Слово, мы смогли делиться Ею с другими. Это наша просьба. Мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни и славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Благодарны Вам, дорогие друзья, за Ваше внимание и участие в изучении Священного Писания. Желаем, чтобы Господь благословил Вас обильно, чтобы семя Слово Божие принесло обильные плоды праведности, веры и спасения. Всего доброго. До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова